Первой за помощью к депутату обратилась многодетная семья военнослужащих. Младший ребенок получил путевку в детский сад, расположенный далеко от дома. В больших веземах добираться туда крайне проблематично. Олег Рожнов пообещал узнать, как можно помочь этой семье. Инициативные мамы Елена Долгова и Татьяна Калинина обратились к депутату сразу по нескольким вопросам. Первый касался организации дополнительного пункта выдачи детского питания. На данный момент в Голицыно функционирует всего один такой пункт, который расположен на проспекте керамиков в здании поликлиники. И многим мамам с другой части города неудобно туда приезжать, а порой и небезопасно. Многие мамочки с колясками, нет с кем детей оставить. В общем, очень неудобно туда ходить. Получается, но это, я так понимаю, железная дорога, керамики у нас с этой стороны, вы живете все вот здесь в основной. И у вас предложение перенестись? Не перенести, а два пункта. Потому что я думала, что на керамиках тогда было бы звучать. Олег Рожнок предложил выдавать детское питание в двух пунктах раздачи, но в разные дни. Женщины надеются, что этот вариант удастся воплотить в жизнь. Однако, по их словам, в Голицыно есть и другая, более серьезная проблема. Отсутствие полноценной медицинской помощи маленьким жителям. Детских специалистов не хватает. К ним можно попасть только по направлению педиатра. Пациентам приходится подолгу ждать. Исполняющая обязанности руководителя районной администрации Татьяна Одинцова в телефонном разговоре подтвердила наличие этой проблемы. Подскажите, я не знаю, на вскидку знаете или нет. Вот если по Кубинке у нас потребность в медучреждении существует. По Голицыно, по именно детскому профилю у нас тоже существует. Большой там потребность? Первое, что постарается сделать Олег Рожнов в качестве временной меры – организовать выездные дни медицинских специалистов в Голицыно. А еще по просьбе жителей депутат пообещал поднять вопрос о строительстве новой больницы. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.